Здесь тоже иногда противник пытается вбросить, сыграть на стереотипах, возможно, у некоторых людей, что Африка — это некий отсталый, бедный регион. Да, много где такого есть, но Африка очень серьезно сделала рывок в своем развитии последние годы. Растет благосостояние, впервые увеличилось количество людей, живущих вне голода, живущих достаточно зажиточно даже в некоторых странах. Возьмите ту же Экваториальную Гвинею, а если взять ВВП на душу населения, одна из богатейших стран Африки, это природные ресурсы прежде всего. Поэтому не надо воспринимать Африку, как некоторые до сих пор делают, как такой, знаете, бедный регион. Тем более быть последователем таких неоколониалистских российских теорий, которые исповедуют и наши беглые, в том числе и русские неолибералы, ну, вряд ли, значит, ну, российские, наверное, правильно и говорить, вот эта вся эмиграция, когда говорят, ну, что вы в Африку, и, ну, ну, говорите. То есть они пытаются скатиться в какие-то российские эти шаблоны. Нет. Будущее не за Европой, будущее вот за этими новыми, быстро развивающимися регионами. Поэтому важно вовремя туда прийти, как мы вовремя пришли, благодаря Александру Лукашенко, еще в 90-е годы в Китай. Спасибо. Спасибо. Спасибо.